Всем огромный привет моим подписчикам, тем людям, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас будет совместное видео, снимаю я его с прекрасной девушкой, начинающим блогером Кариной Попак. Потрясающий канал, очень много информации о новой косметике, новинках на рынке, обзоры, посылки с iHerb AliExpress. Также есть очень много информации, интересной для начинающих блогеров, о технике, какую можно купить, также о том, как сделать значки для видео, как сделать шапку канала и много-много других. Что настоятельно рекомендую, после просмотра моего видео обязательно зайдите к Карине на канал, посмотрите о ее новинках, покупках, обновках и также посмотрите, что еще интересного есть для вас у нее на канале. А мы начинаем, сразу хочу оговориться, если вы вдруг услышите сейчас какие-то странные посторонние звуки, не пукайтесь, пожалуйста, просто закон подлости он таков, что два года ремонтники дороги не думали о том, что около моего дома как бы надо заасфальтировать вдруг как бы дорогу в дворе. Но тут они решили именно в тот день, именно в тот момент, когда я решила для вас снимать покупки свои, они решили, что да, пришел тот день, когда они будут асфальтировать. Так что заранее извиняюсь, они вот прям подо мной практически и делают свое черное дело. Прежде всего, я хотела бы поделиться своими покупками для тела. Я купила два крема в магазине белорусской косметики, я думаю, во многих городах нашей необъятной родины есть эти магазины, у меня они называются Виктория, по-моему. Поэтому данные два крема от бренда Markel, на самом деле очень классный белорусский бренд, не первый раз уже встречаюсь с хорошими продуктами от этого бренда. Вот это новая линейка, я ее вообще первый раз видела, называется она Happy and Slim, это массаж cream oil, массажное крем-масло. На самом деле продавец уверял у меня, что это реально будет жирное-жирное масло, на самом деле это обалденный крем для тела. Это даже не баттер, это все-таки более крем, но он просто потрясающий, он очень быстро впитывается, после него очень гладкая, очень мягкая, самое главное, безумно вкусно пахнущая кожа. Потому что у него очень приятный, абсолютно никак не характеризуется этот аромат, собственно, что ягодками пахнет или еще что-то пахнет чем-то сладким. Очень похож этот аромат на Escada Desire Me, очень приятный, крутой. На самом деле Happy and Slim это серия для, скажем так, улучшения кожи тела, борьбы с целлюлитом. Собственно, это крем-масло должно воздействовать на наши жировые клетки, значит, эффект схожий с действием ультразвука. И тут после двух месяцев применения будут какие-то очень крутые результаты, что уменьшение эффекта апельсиновой кожи. Я, честно говоря, в это все не верю. Я считаю, что против целлюлита самые лучшие три вещи это массаж специалиста, это спорт и правильное питание. Но кремом этим пользоваться я буду. Обалденный просто аромат и как кожа после него выглядит. Если еще он вдруг мне что-нибудь там уберет на моей попе, я буду просто счастлива. А второй крем, он также антицеллюлитный, криогель для тела. То есть, если это именно как крем, здесь уже он как гель, он охлаждающий. И на самом деле очень-очень крутой. Сейчас вот на конец лета у нас так получилось в Санкт-Петербурге, что лето у нас пришло в августе, до сих пор от нас не уходит. Поэтому очень классно именно намазаться с утра, потому что он как-то сразу пробуждает за счет такого охлаждающего эффекта. Держится этот эффект минут 20. После этого просто, когда ветерок подует, все равно такая свежесть на ногах остается. Потрясающий, конечно, на все тело, не знаю, я мажу, в общем-то, но... То есть, кто вот любит именно охлаждающий эффект на все тело, и кто терпит вот эту гелевую текстуру, при участии, что он хорошо, достаточно впитывается, не остается никакой пленки на коже, в общем-то, намазать. Поэтому на все тело можно. Повезло мне так, два этих крема я купила. Они, в принципе, достаточно бюджетные, за два вот этих крема я заплатила около 500 рублей, и мне еще в подарок дали бальзам для губ. Этот бальзам тоже от марки Markel, он с четырьмя маслами, по-моему, там масло манго, масло ши, масло кокосовое, масло еще какое-то. Не придает он свет, очень приятный, но он больше похож на такой, знаете, крем для губ. Его очень классно наносить, например, как уходовое средство, когда вы ложитесь спать, и когда вы умылись только что с утра, перед нанесением помады. Очень-очень крутой, мне тоже этот бальзам безумно нравится. Также я уже достаточно давно прикупила себе масло для душа от компании Ecolab, но как-то не показывала вам. В этот раз у меня тонус, содержит масло Орхидеи, экстракт плодов Нони. Не содержит эта марка СЛС и парабенов, 95% ингредиентов органического растительного происхождения. Очень крутые вот эти вот, скажем так, но я не сказала, что это масло, это очень кремовый продукт для душа. Классно пенится, суперские ароматы. Этот, знаете, он такой, как, свежесладкий, то есть пахнет он именно какими-то тропическими фруктами, при этом какая-то свежесть остается. Потрясающе, очень люблю эти продукты для тела, потому что они, с одной стороны, увлажняют хорошо кожу, при этом они хорошо очищают кожу. Очень-очень крутые, очень бюджетные. Следующий продукт, это тоже из моих любимцев, просто в этот раз взяла с другим запахом. Это Планета Органика, скраб для тела, потрясающие скрабы. В этот раз у меня ямайский кокос, органическое масло папайи. Знаете, пахнет... Это потрясающий запах кокосово-тропическо-папаевый. Это потрясающий, мягкий, очень крутой, очень отшелушивающий, полирующий кожу сахарный скраб. Он потрясающе очищает кожу, после него она мягкая, увлажненная, так как он еще содержит масла. Она реально очень-очень увлажненная. Даже, в принципе, вы потом еще помоетесь каким-то органическим нормальным гелем для душа, не сушащим кожу. И вам можно ничем не мазаться, никаким ни маслом, ни кремом для тела. Но штука потрясающая, очень хорошо полирует именно кожу, кожа потрясающая после него выглядит. Очень-очень крутой. Он, конечно, сейчас поднялся в цене. Я не знаю, почему наши российские производители считают таким трендом поднимать цены вслед за падением рубля, скажем так. Но вот этот вот скраб стоит уже порядка 320-350 рублей в Санкт-Петербурге. Я, конечно, понимаю, здесь бадья 450 миллилитров, но как-то так поджимает нас наш российский же производитель. Следующие две маски из очень бюджетного сегмента. Я их просто схватила на кассе, потому что они лежали по акции, стоили 45 или 49 рублей. Значит, сразу скажу, вот эту диктярную очищающую маску для лица, для парной я не пробовала, потому что я до сих пор не доехала до родительского дома, где у них новая баня, и до сих пор ее не затестила. Когда поеду, обязательно сниму влог о том, как париться с веником в бане и мазаться бабушка Агавхи. Пробовала я голубую очищающую маску на васильковой воде, она не содержит СЛС и парабенов, как они нам говорят, зато содержит органический экстракт малевы, голубую глину, овсяное толокно, васильковую воду. Знаете, здесь 100 миллилитров, причете, что я купила ее за 45 рублей или за 49, я, честно, не ожидала ничего хорошего от этой маски, но мне она понравилась. Во-первых, потому что это не такая стандартная, очень мажущая какая-то, вот такая замазочная, похожая на какой-то строительный материал глиняная маска. Это очень приятная кремовая текстура, она очень похожа на маску от Clorans. Потрясающая маска, у нее очень приятный аромат, она очень классно наносится на лицо, держать ее надо 10 минут, я после этой маски не почувствовала никакого истянутости, никакого дискомфорта, она не засыхает. На лице, то есть она как такой густой кремовой пленочкой покрывается, но нет такого эффекта стягивания, как будто твое лицо все скукожилось в какую-то горошину. Такого эффекта нет, вот я не люблю в глиняных масках как раз вот это, здесь этого нет, при этом чувствуется, что это глина по текстуре, по тому, как она ощущается на лице, чувствуется, что глина там есть. И самое главное, что кожа у нее просто выровнялась в цвете в своем, ушел вот этот вот весь как серый подтон усталой кожи, она стала бархатистая, розовая, очень ровного цвета и как будто фарфоровая. Очень-очень круто, очень классный эффект, и буду пользоваться еще. Как-то у меня получилось то, что у меня практически все продукты очень-очень бюджетные, из бюджетного сегмента. Следующая это тушь от Max Factor, это тушь Masterpiece Transform. В черном оттенке эту тушь я увидела недавно в фаворитах лета у Эстонианны. Я безумно счастлива и рада, что я увидела у нее на канале эту тушь, потому что потрясающая тушь, она действительно дает огромные красивые ресницы. Но советую ее только любителям силиконовых кисточек, потому что, наверное, нормальный, адекватный человек, который любит обычные пушистые вот эти кисточки, он не влюбится в эту тушь. А так тушь делает очень красиво именно такие кукольные реснички, достаточно, скажем так, они пластиковатые, но как? Я, в принципе, достаточно спокойно к этому отношусь, потому что у меня ресницы плохие от природы, и сколько бы мне ни говорили, Маша прекрати на себя наговаривать. Вот насколько у меня шикарный волос, настолько у меня отвратительные ресницы. Не повезло мне. Поэтому на моих ресницах даже вот этот вот слегка ненатуральный эффект, который есть все-таки за счет этой туши, он меня устраивает, я его готова терпеть, потому что очень красивый изгиб. Этот тушь как раз держит изгиб, и получается, что реснички становятся длиннее, они вот держат вот этот изгиб, они становятся плотнее, каждая ресничка, она становится потолще. И за счет этого вот этот эффект кукольных ресничек очень-очень классная тушь, поэтому всем любителям силиконовых кисточек ее совет. Следующие два продукта, они дико бюджетные, я тоже никак не ожидала, но увидела на канале у Blush Supreme, у Люды, одну из этих помад, и пошла сразу купила, и сразу две. Я безумно счастлива, как раз-таки вот, которую я вторую докупила, она мне нравится вот прям вообще. Это две помадки от Essence, одна из них, которую я увидела у Люды, и она сказала, что это аналог Please Me от MAC, это 13-й оттенок Love Me. Вот такой вот розовый барби цвет, очень красивый, реально оттенок, очень классная помадка, на каждый день смотрится очень круто. Я думаю, что вы у меня видео даже видели, по-моему, я уже снимала с этой помадкой видео. Потрясающий оттенок, очень-очень круто смотрится на губах. Второй оттенок это 14-й Adorable Matte, классный, очень крутой оттенок, сейчас он у меня на губах. Потрясающий малиново-красный цвет, и честно говоря, вот эта помада для меня просто суперская, просто потрясающая, за счет того, что она не как масс-маркет. То есть от масс-маркета у этой помады только упаковка, потому что она наносится как люкс, она держится как люкс, она смотрится как люкс. На фотографиях она абсолютный люкс, она в носке, она не сушит губы абсолютно, она комфортная как люкс. То есть вообще я не понимаю, что эта помада забыла в магазине Улыбка Радуги на стенде Essence, и стоила она, по-моему, 147 рублей, или 160 рублей. Вот в каком-то вот таком диапазоне я ее купила просто за сущие копейки. Потрясающая помада, потрясающий оттенок, и всем любителям собирания красных помад разных оттенков, особенно если вот такая же, как я, холодного подтона кожи, то вам советую обязательно присмотритесь к этой помаде, очень-очень крутая, именно такая холодная, с малиновым подтоном красная помада. Следующий продукт из моих последних бюджетных покупок это Master Sculpt от Maybelline. Это контурирующая палетка в 0,1 оттенке, light and medium. Сразу скажу, у меня достаточно спорные впечатления насчет этого продукта. Если вы его где-то увидите по акции и очень будете хотеть, вот прямо эту скульптурирующую палетку, то берите. За полную цену не советую. Полный мой обзор я уже публиковала у себя на канале. Здесь сверху я вам прикреплю обязательно ссылку на этот обзор, но, честно говоря, контур здесь точно спорный. Я бы его вообще без затеста не советовала бы никому. Если у вас устроит пигментация, если у вас устроит оттенок, то может быть. Хайлайт здесь очень даже достойный. И последний продукт на сегодня, люксовый, это Shiseido Concealer Shirai Zone Corrector. У меня в 0,2 оттенке light. То есть он достаточно светлый, но я бы как раз 0,2 оттенок назвала бы очень универсальным. То есть если вот сейчас вы меня увидите, его на руке. Он светлый, при этом он хорошо подстраивается под тон кожи. И при счете, что я темненькая, сейчас он у меня нанесен под глаза. Он хорошо подсвечивает, он абсолютно не выглядит инородно на коже, как будто я белой замазкой под глазами намазала. При этом он хорошо подстраивается. И он очень тонко, кремовая вот эта вот пленочка ложится под глаза. Закрывает абсолютно все какие-то синячки, неровности, какие-то темные круги, мешки под глазами. Все это он закрывает, и у вас под глазами абсолютно ровная, красивая кожа. При этом я редко в каких консилерах замечала вот эту вот особенность, когда можно наслаивать. То есть в конце дня вам нужно срочно бежать куда-то на свидание или еще на какое-то важное событие. Не нужно переделывать полностью макияж. Вы просто аккуратненько нанесли, вбили в кожу. Он настолько ровно ляжет, настолько освежит кожу, никак не затронет предыдущие слои макияжа. Вот идеально ляжет, при этом подсветит глаза, сразу глаза отдохнувшие, яркие, как будто вы только что проснулись. Потрясающая вещь. Также хочется отметить, что он 3,8 мл. При учете, что Тушекла, Кларанс консилеры, они все по 2-2,5 мл. То есть он достаточно большой еще. Потрясающая вещь. Я просто фанат этого продукта стала, потому что он очень классный, очень тонко ложится. Потрясающе подсвечивает лицо, закроет любые синяки, что бы вы ночью не делали. Любые синие синяки, как у панды там, как еще у кого-нибудь, все это он обязательно закроет. И вы будете свеженькой, прекрасной, побежите на работу. Никто не вам не поверит, что вы всю ночь провели, допустим, в клубе. Потрясающая вещь, всем вам советую, обязательно присмотритесь к этому консилеру. Это все мои покупки, которыми я с вами хотела поделиться. Спасибо, что вы были со мной. Обязательно заглядывайте сейчас к Арине на канал, смотрите ее видео о последних новинках в ее косметичке. Если это видео вам понравилось, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какие последние новинки, покупки сделали вы. Что-нибудь из того, что я сегодня показала в видео, вы пробовали. Если да, то тоже напишите, пожалуйста, в комментариях ваше мнение. Все, всех вас люблю, целую, до скорой встречи в следующих видео.